Ты как истец идёшь или как ответчик? Да, да, да. Что да? Паспорт мужа и твой паспорт. Вот это и есть персоны, которые они видят. Вот есть паспорта отдельно, а есть вы. У персон это брак называется. А у людей и супружество, и замужество. И свадьба. А у персон это только брак. Ты сказала, ты доверенное лицо персоны. Вот ты вообще не готова к теме живых. Лучше вообще-то ничего не говори. А то тебя в дурку увезут. Да не надо это учить, это осознать надо. Если бы ты осознала, ты бы так никогда не сказала. Да, я осознала, что говно и я – это разные вещи. Но я постоянно себя говном называю. Это разве осознание? Там не просто экзамен. Там в дурку могут увезти. И скрутить. Отношения у людей. У персон, я ещё раз говорю, зарегистрирован брак. Мало того, что осознать не можешь, так ещё и выучить не можешь. Защищаешь свои интересы через персонов. Это как портал в ихнюю вселенную. Параллельная вселенная, юрисдикция называется. Она существует только на бумаге. И только через бумагу туда можно попасть. Если ты представляешь интересы персоны, то получается, что персона первичная, главенствует над тобой. И он начал ко мне обращаться, уважаемый представитель ИСА. Ты не готова абсолютно. Ты не то, что не готова, ты сама себе навредишь. Вот я даже пояснять ничего не хочу, потому что я тебе уже пояснял, и ты ничего не поняла вообще. Ой, опять за вас всё думать надо-то. Да что ж такое-то, а? Поймают, спровоцируют и вызовут в белых халатах. Зачем вы так рискуете? Я не понимаю. Зачем вы так рискуете? Я знаю, вот два вопроса хотела бы посоветоваться, спросить у тебя. Я подала на компенсацию морального вреда по поводу смерти супруга. Вот если я выхожу и говорю всё по-живому, там это всё я изучаю, всё стараюсь. А вот как я интересы супруга, это я как должна вот здесь себя вести, если она спросит, кем он приходится вам, или какие-то такие ловушки. Я как его должна представлять и себя как позиционировать в отношении его. А у тебя доверенность от него есть? От его персоны на твою персону? Так его нет в живых. Ну а ты по законам РФ, жена, персона жены, имеют право за это, на компенсацию? Ну, я, ну, должна иметь. Нет, тут получилось так, компенсация по поводу чего, что тут нам отключили газоснабжение, мы два года без газа сидим, я не хотела просто подробно, всё время сэкономить. И в этом процессе, вот буквально в первые две недели, вот у него... Ты как истец идёшь, или как ответчик? Да, да, да. Что да? Нет, я иду истец. 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 Угу, истец. Посмотри моё видео о судно прокурорами по второму кругу. Я там тоже как истец иду. Я посмотрю, конечно, обязательно. Мне... Ну, просто вот в этом плане, если я как супруга, я вот здесь как должна представить себя, как связь нашу, я могу говорить, что он мой супруг, как бы бывший, или он вот этого персоной вот этой, вот я вот этот момент не понимаю, если она задаст, вот вы кого представляете, или, ну, что я персону представляю, ну, как своё... Короче, я тебе поясняю. Есть два паспорта. Паспорт мужа и твой паспорт. Вот это и есть персоны, которые они видят. И между этими персонами были какие-то взаимоотношения. У них брак зарегистрирован. Угу, угу. И это в каждом паспорте есть штемпель. Да. Вот есть паспорта отдельно, а есть вы, муж и жена, живые мужчины и женщины. Ясно? Да, да, да. Ну. Ну, я аргументировать должна именно тем, что у меня в паспорте есть это штамп, что он был моим супругом, как живого человека. Да не у тебя. У тебя нету. А у персоны. Вот. Вот. Я про это. У персоны, значит, да, есть. Были отношения супружеские. Не супружеские. А какие? В паспорте регистрация брака стоит, а не супружеская. Да, 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 регистрация брака. У персон это брак называется. Да. А у людей и супружество, и замужество, и свадьба, и совместная жизнь, и все, и всякие слова есть. А у персон это только брак. Если вот она, ну она, потому что женщину уже знаю, если она у меня спрашивает, кем, вот мне, я говорю, что я раздоверенное лицо вот этой персоны, значит, у них, да, вот, был регистрирован. Чего, 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 еще раз, кто ты? Я представитель персоны. Ты сказала, ты доверенное лицо персоны. Ой, нет, представитель, не то сказала, пора пора пора. Вот ты вообще не готова к теме живых, лучше вообще это ничего не говори, а то тебя в дурку увезут. Куда? А, туда? Так, надо выучить тогда. Хорошо, я почему и звоню, проверю. Да не надо это учить, это осознать надо. Нет, я осознала, ну а еще и надо научиться говорить. Да ни хрена ты не осознала, если бы ты осознала, ты бы так никогда не сказала. Это все равно, что, да, я осознала, что говно и я, это разные вещи, но я постоянно себя говном называю. Это разве осознание? Нет, я в этих словах, естественно, представитель, я спуталась. Потому что вот с тобой точно, как на экзамене, я осознаю. Да я-то тут при чем? Вон, вон. Нет, я не в обвинении, это в хорошем смысле. Да я понимаю, но я-то это, я-то тебя, это, как говорится, я-то тебя не экзаменую. Да я понимаю, это я. А вот экзамен-то там будет. Угу, ну да. Там не просто экзамен, там в дурку могут увезти и скрутить. Серьезно? Что? А вы что думали? Так, значит, это если что... Все думаете, что там это, игрушки-берушки, так, спектакль, пришел, поиграл, ушел? Нет, конечно. Нет, я даже ваши ролики смотрю, временами представляю себя, ну, в процессе просмотра. И, конечно, даже там так-то состояние возникает не из приятных. Понимаешь, что серьезно? Поэтому и это, думаю, вот этот момент мне хотя бы на дальнейшее, если учесть, то себя вот в этом деле, возможно, что у меня суд будет, ну, продлен или там еще как-то я собираюсь вот оспаривать этот момент, то я должна вот именно говорить, что у персоны были отношения, да, регистрирован брак, у моей персоны был регистрирован брак. Да не было там никаких отношений. Отношения у людей. У персоны, я еще раз говорю, зарегистрирован брак. Да, да, да. Ты говоришь, выучить, ты даже выучить не можешь, я тебе третий раз или четвертый повторяю. Мало того, что осознать не можешь, так еще и выучить не можешь. Ну, вот такие бываем мы. Ну, бываем, ну, смотрите сами. Я записываю, нет, я записываю, я буду особо обращать на эти моменты, потому что опыта-то никакого нету лично. Смотреть-то можно, понять и осознать, а когда себя загружаешь в это состояние, сложно контролировать. Естественно, надо этому. Ну, потому что осознание приходит через опыт, а опыт – это теория плюс практика. А вы не то, что теорию не можете усвоить, у вас еще и практика отсутствует. Поэтому нужно набираться теорией и постоянно эту теорию на практике закреплять. Только тогда у вас опыт придет. А вместе с опытом и осознанием. Так, если… Это еще вопросик задам. Вот если я заявляю, что с персоной зарегистрирован благ, это был брак с этим… А он кто тогда? Я его как называю? Тоже как персон? Вот он ушедший уже человек. Его как… Или просто называю имя, фамилию, отчество, что с моей персоной учрежденной, да, был зарегистрирован брак с супругом. Какой супруг? Там нету супруга, я тебе еще раз говорю. Но его, ее, ее. Кого ее? С персоной. Но с персоной был зарегистрирован брак. Просто и называю имя, фамилию, отчество, да, без всяких определений. Супруг, этих слов не должно быть. Просто был зарегистрирован брак. Между персонами такой-то и такой-то. Хорошо, это уже, уже хорошо. Что-то прояснило для тебя. Ну, значит… Ты вот берешь, вот реально, это выглядит, как знаешь, ребенок в песочнице играется. Причем вот у него одно ведро говна, а одно ведро с конфетами. И он берет это все, перемешивает и говорит, вот, смотрите, это красивое месиво получилось. Разделяй паспорт и живого мужчину, и себя, живую женщину. Есть паспорта, у которых зарегистрирован брак. А есть вы, муж и жена, у которых союз, там, замужество, супружество, как хочешь, так и называй. Ну, я сейчас, если, ну, я гипотетически сейчас, если на суде, то я, как представитель, о союзе, о человеке даже в прошлом не должна говорить на отрез. Получается, что я, если представляю, вот, персону, у которого, значит, был зарегистрирован брак с таким-то, таким-то, и от именно персоны я, значит, требую исполнения всех условий иска. Так ведь? Наверное. Точнее сказать, ты не представляешь персону, а представляешь интересы персоны. А еще точнее, ты даже не представляешь, а ты защищаешь свои интересы через персону. Персоны – это как ключик к ихней системе. Они тебя не видят. Только с помощью паспорта ты можешь это, что они могут увидеть и услышать, и это, прочитать твои интересы. Да. Это как портал в ихнюю вселенную. Да, да. Параллельная вселенная, юрисдикция называется. Она существует только на бумаге, и только через бумагу туда можно попасть. Так, так ощущаю интересы моей персоны. Ну, ты что, ты неправильно формулируешь? А что себе еще под нос бубни, чтобы я не услышал, что ли, или что? Нет, почему? Я записала, что… Неправильно ты записала? Нет. Я защищаю, я представляю интересы персоны. Неправильно. Тоже неправильно? Если ты представляешь… Я не защищаю неправильные интересы. Слушай внимательно. Если ты представляешь интересы персоны, то получается, что персона первичная, главенствует над тобой. Тогда как? Наоборот, как? Я защищаю, значит. Опять не то говорю. Опять за вас все думать надо-то. Да что ж такое-то, а? Ой, вот так вот. Я тебе еще раз говорю, если ты не готова… Нет, хорошо, я согласна. Ты не используй это все. Тебя там очень легко поймают, спровоцируют и вызовут в белые халаты. Зачем вы так рискуете, я не понимаю? Нет, я сейчас, если интересуюсь, не для того, что я вот сейчас взяла и побежала, да? Я вот сейчас интересуюсь, спрашиваю и… Так в том-то и дело, что ты… Я применяю, если я не готова, я не пойду, конечно. В том-то и дело, что ты звонишь не просто поинтересоваться, как это может быть, а ты прям хочешь, чтобы вот когда у тебя суд, прям прийти и уже быть готовой. Ты именно поэтому и позвонила, что ты хочешь это все в суде применить. Нет, я понимаю, что с точки зрения понимающего человека там раскрывается больше картина, чем я вижу. Я это понимаю. Просто я из-за того, что живого человека нету, из-за кого я там хотела выйти в суд, я вот эти отношения знаю, как там, ну, сформулировать, какими словами, а не потому, что процедура, понятно, в процедуре там могут быть всякие эти непредвиденные обстоятельства. Просто как вот себя подать на суде, как я являюсь кем, это в отношении умершего. Вот саму эту формулу, чтобы употребить хотя бы, пусть в разных этих, как она будет, какие вопросы задавать, хотя бы знать он между, допустим, мной, персоной и вот умершим человеком, как бы скажем, ну, который состоял в браке с персоной. Как мне это все формулировать? Как, Владимир Ильин? Нет, Ася. Ася, вот мой тебе совет человеческий. Не используй это все. Ты не готова абсолютно. Ты не то, что не готова, ты сама себе навредишь. А какие тогда материалы смотреть, чтобы это вот судно, я не успела записать. Ну, я хотя подряд все смотрю. Темы разные, все интересные. Я вот все кручу, и не по одному разу. Просто слушать одно, приятно, любоваться успехами, у кого получается, естественно, научиться в процессе. Тоже навык какой-то появляется. Может, не навык, а просто информация. Плохо слышно. Плохо слышно? Ну, ты говоришь, у тебя звук все тише и тише. Ты сама с тобой начинаешь разговаривать или что? Да нет же. Ну, а почему звук? Мне кажется, я ровно говорю. Я говорю о том, что смотрю все ролики и пытаюсь, естественно, везде это представить. Потому что, если себя не загружаешь в процессе просмотра в эти состояния, сложно прочувствовать все по-настоящему. Ася, Ася, ну прекращай, давай по делу. Ну, вот по делу я хотела хотя бы для себя, раз таких ситуаций мало в роликах, думала, вот спрошу, если в дальнейшем отложится или что-то, может быть, когда-то, то на что обращать внимание и как я должна бы была представить в суде себя, свою персону и отношение персоны с уже умершим. Да это я слышал, я тебе пояснил, что ты не готова, тебе лучше это не использовать. Хорошо, хорошо, я услышала, конечно. Вот я даже пояснять ничего не хочу, потому что я тебе уже пояснял и ты ничего не поняла вообще. Прокручу еще в голове, конечно, там, постараюсь. Ну, а ролики вот, хотя бы это, но сподряд все или есть какие-то, которые могут больше... Я тебе назвал в самом начале видео «Суд над прокурорами по второму кругу». Ага, хорошо. Начало, там, посмотри, там он 19 попыток, я там пришел в качестве истана, я представился как человек. И он пытался 19 раз понизить мой статус до уровня персоны. Не получилось. И он начал ко мне обращаться, уважаемые представители истца. Да, я... Ну, вот это когда в «Балаклаве» ролик. Какой «Балаклаве»? Ну, как... Это полгода, почти год назад было заседание. Тогда не было никаких «Балаклав». Ну, значит, не это смотрела. Я сейчас же посмотрю. Вот в том-то и дело, что ты видела видео и даже не поняла, что над прокурорами там был суд или нет над прокурорами. Ты только «Балаклаву» увидела. Нет, в этом суде я старалась понять. А вот то, что вот сейчас ты сказал, я это точно не видела. Вот суд с прокурорами. Хорошо, я поняла, что лучше не торопиться и это... Подготавливаться, естественно, учиться. Я поняла. Угу. Ну, что, у тебя все? Ну, да, конечно. Что время отнимать, я поняла. Разговор могу разместить? Да, конечно. Угу. Благодарствую. Всего вам благодарю. Давай, счастливо. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...